здравствуйте уважаемые друзья я только недавно посмотрела этот финал потому что я много мне много работы много работаю я занятый человек на самом деле я работаю с 8 утра до 14 до 10 вечера 4 часов в общем тут братиславе короче так тут есть долгая неделя короткая неделя многие пишут что это очень много ну как-то украине у нас тоже работают много повара знаете они работают много там нельзя процесс остановить и пойти хотя можно было две смены продумать такое ладно это я для своих рассказываю надеюсь у меня на канале люди которые конкретно знать меня мою семью поэтому если кто-то так случайно зашел то вы должны понимать что я в принципе для своих рассказов поэтому вставки такие знаете о работе о поваре так давайте про вас интересует мое мнение спасибо что интересует про этот финал знаете мне очень вот алина да алина и алена финалисты супер финалистов я к алене очень ровно относилась вот ровно ровно даже вот может быть где-то какие-то моменты мне не нравилось как она там кипишут еще уж это ну не совсем не это с такими людьми себя комфортно в работе может быть но мне кажется она человек со стержнем и вот с ней можно можно пойти в разведку вот она не не сдаст так сказать вот не горшали на другая а алина другая на просто молодая она очень очень хорошей семьи знаете у нее хорошая платформа для жизни это очень важно когда у девочки особенно у девочки вообще для любого ребенка человека все мы дети внутри и все идет вот как говорят психологи с детства очень важно когда у нас хорошая платформа такая благоприятная благополучная спокойная когда мы выросли в любящей обстановке когда нас понимают не осуждаются там твоей стороне и вот с такой именно семье мне кажется алина понравилась ее семья родители видно что они друг друга любят дочку любит всегда ее поддерживают и я просто не думаю что алина много сложности прошла в своей жизни таких тяжелых каких-то ситуациях где я так думаю на всяком случае не на мушке где можно было себя вот попробовать в разных ситуациях но то что она целеустремленная что она мечтала маленькая девочка которую мечтала попасть на мастер шеф много раз она поступала и она горела вот этой работы этим этим делом мастер шефом ему была цель поступить но знаете тут так как она была на разных мастер-классах она по-моему покупала какую-то курс у оли она уже не пригляделась вот если вы заметили когда выступала на суперфинале когда подавала свою справу алина у сути все такая улыбка была дайте доброжелательная вот и мне казалось ей приятно было вообще на нее смотреть ее увидеть вот даже независимо какие там блюда подали оба финалиста суперфиналиста мне кажется вот им бы хотела чисто по-человечески что все таки вот алина выиграла вот как-то она им нравится во-первых она показала себя с хорошей стороны достойно это всегда подкупает человека всегда ты хочешь где-то даже глаз закрыть на какой-то там минус или на какой-то там недолик на ту сам по удах и доля в блюде вот мне сама концепция их блюд двух финалистов мне понравилось больше алина их путаю слушайте мне по алены алены понравилось вот очень мне понравилось я бы вот победу отдала бы ей понимаете потому что я не очень концепцию алины я не очень поняла связанную с любовью а любого первых всегда это выигрышный момент она хорошо придумала все мы хотим где бы мы ни находились на работе в семье тюрьме не дай бог еще где-то мы хотим чтобы нас любили принимали она таки стихи но это не совсем как мне кажется это не совсем про кулинарию еду ну это игру лично мое мнение мне очень понравилось как подавала блюдо алена алена особенно вот эта грядка какая-то бесподобно было 10 от ее бесподобный был знаете я вот свои дела делала и смотрела и вот когда подавала в телефон когда подавала именно алена я всегда останавливалась и смотрел от мне было интересно да вот это ее путь мечты и так далее правильный очень правильная такая концепция была такая лаконичная гармонично входящая вот в финал уж она мечтала с 10 лет а потом она вот пришла к своей мечте вот мне понравилось очень алина на вид и концепция и на вид визуально чисто блюдо алины алена алена известно что такие имена сам домана буква только вот она просто алина алина я говорю что мне кажется что даже и же общая судьи же общаются между собой не хочу никак умолить объективность судей но мне кажется они сами заинтересованы в том хорошем смысле чтобы вот этот ребенок этот светлый человечек алина выиграла понимаете вот валю на немножко другая ситуация она уже женщина с опытом двое детей это было жалко ее деток я преклоняюсь перед дней потому что когда она рассказала про мужа боже мы такое время двое детей он на фронте защищает нашу страну но это вот знаете уклон по пояс прямо я бы конечно у меня не было такой найти голосую за болею за ту или за ту мне всегда нравилась алина когда я смотрела этот а я говорю колю я ровно относилась даже может где-то и неровно со знаком минус я всегда мне себя нравился алина я ее воспринимал вот знаете как моя дочка анечка она тоже очень правильно очень справедливая она бы также моя аня поступила на тот момент когда вот так стоит любый она готовила она бы свою справа не сделала моему ребенок а сделала бы чужую все мои дети бы так поступили понимаете я просто знаю же были ситуации вот я чисто вот как за ребенка я бы она мне очень нравилась но как за супер финалиста чтобы кто выиграл я бы хотела конечно мне понравилось даже не хотел что хочу не хочу мне понравилось все все у у алены вот кролик можете поле поле кролик на 1 я вот прошлый раз казалось что я уважаю за уважал за то что ну как за уважал мне понравилось она смогла сдержать удар понимаете но тут ну уже держи удар до конца достойно но чего ты обесцениваешь людей как потом сказал я бы не хотела бы среди тех людей которые спускаются по лестнице и мои родные даже к чему вот это такое знаете она сама не поняла как она просто обесценила их что вот они за абсолютно не даст те кто на балконе они не достойны победы и вообще не достойны там быть и финале супер финале и так далее таки теле она не получилось же нет она до кителя даже не дошла там знаете этот проект он же не только про кулинарию не только про кулинарию проект это проекты все говорят и больше проекта жизни а ситуациях которые мы проходим как мы их преодолеваем какие поступки мы совершаем одной едой сыт не будешь ты иногда не захочешь эту еду кушать с рук человека который тебе неприятен который самом деле сам по себе он плохой он не может хорошую еду приготовить знаете как я вчера с ресторана выходила в десять часов у нас заканчивается этот ну ресторан работает до 10 обычно на некоторые в некоторых ресторанах заведено что за час они не принимают заказаны на горячие блюда ну в братиславе такого нет наверно во всяком случае уже мы все убрали все сложили это было без 20 10 очень тяжелый раз 8 утра на работе все убрали все продезинфицировали и пошли заказы горячий то ризотто то еще что за ризотто такой вкусный парень приготовил ему вернули ризотто представляете переделать надо она соленая попробовала но не соленая если не соленая если ты уже так акцент ставишь на то что тебе вот ты вообще не любишь приправы укажи официанта чтобы тебе мало соли положили или там меньше приправ каких-то и без 15 пошли заказы и мы ушли поздно и такие все расстроены мы уже не заказывайте если вам даже нет такого правила не заказывайте под конец горячие блюда еще закуску какую-то можно заказать найти быстро а вот когда горячий включаешь опять в европе есть пропадут так раз написано действительно что без пяти здесь можно сказать здесь ты должен закрыть до 10 раз работали все равно задержались ну такое я хочу сказать что это далеко не проекта кулинарии это проекта вообще жизни взаимоотношениях и а выдержки о стремлении вот видите как алина алина правильно поступила честно перед собой перед всеми людьми перед коллегой когда она этого кролика что ли она все-таки решила сделать она со своей справа даже не смотря я ее понимаю я мне тоже такой бы отключается в заради кого думал меня азат часто станут подожди слушай ты подумай о себе что ты о себе ты подумала вот молодец хорошая девочка хорошее воспитание я думаю что она будет прекрасной женой прекрасной мамой хорошей дочерью свекровой невесткой ну хорошего ребенка воспитали а кролик меня разочаровала просто и она будет очень тяжело переживать это такой знаете лучше бы она не поступала на мастер-шеф наверное я просто знаю несколько человек которые очень тяжело пережили и до сих пор для них это мастер-шеф это просто стресс знаете как для моего младшего сына передал участие передачи меняю жинку это стресс он когда слышит передачу это у меня жинку и мужа плохо потрепали ему нервы хорошо и вообще как вот так мне кажется не для любы не для оль они столько хейта получили что для них мастер-шеф не пошел в плюс они мечтали в него попасть но это будет все время сопровождать с негативным оттенком вся репутация репутация их с негативным оттенком восприниматься у людей потому что хоп зашли посмотрел об зашли посмотрели даже через пять через десять лет вот нужно как-то правильно по жизни себя вести ну это говорят идет семьи ну может быть да да это идет семья я вот знаю по себе не хочу хвалить своих детей но иногда я даже думаю блин ну иногда чересчур просто они нельзя так говорить но чересчур правильно себя ведут понимаете пойду сейчас поеду словацкий медицинский институт если муж кто-то что-то знает напишите мне пожалуйста хочу посмотреть условия можно ли онлайн сдавать вообще какие условия анечка хочет поступать в братиславе поэтому я принципе и здесь и заодно и поработал я про так просто сидеть в обжитии я не могу вот но программы закрываются тут обжитие будут закрываться мы тут платим 5 евро в день в общем не знаю сейчас еду к своей куме что-то еще хотела сказать не помню вот если хотите об отношении вот это влад и все время им приписывают правильно алина когда-то сказала он мне нравится я не в его вкусе он хороший парень но они вот не пар просто не пара оба хороши у них должны быть другие половинки ладно такое дело все а и и и и